Девушки отдыхают Тритейский судья Высшего арбитражного тритейского суда Лейла Джабарова. Закон о тритейском судействе появился в России больше 15 лет назад. Казалось бы, зачем обращаться в тритейский суд, если есть арбитражный? И в чем преимущество одного перед другим? Так как у нас арбитражные суды завалены очень большими объемами работ, соответственно, очень многим юридическим лицам выгодно, чтобы их дела рассматривались в очень короткий период времени, не принималось в очень короткий период времени решения. И поэтому очень многие сейчас юридические фирмы обращаются непосредственно в тритейский суд для того, чтобы как бы облегчить принятие решения. Лейла уже больше трех лет является тритейским судьей. Как правило, все споры, которые она разрешает, носят экономический характер, долги, имущество, земля. А бывали ли в практике нашей героини случаи, когда она затруднялась принять решение? Ну, в принципе, бывает, бывало и бывает иногда, что очень тяжелый, сложный процесс, и ты в процессе только понимаешь, что очень тяжело будет принять решение, и тогда я, в принципе, обращаюсь непосредственно к председателю суда. Но прежде чем обратиться к председателю суда, Джабарова, как правило, советуется со своим наставником, благодаря которому она и попала в юриспруденцию. Это мой непосредственный начальник, то есть Смаилов Марат Магометович, который, в принципе, сначала как бы я консультируюсь, спрашиваю у него советы, а потом, соответственно, когда уже у меня нарисовывается картина определенная, я знаю, с чем могу обратиться к председателю суда, соответственно, я подхожу к нему, и мы вместе подводим итоги, и только после этого я принимаю решение, потому что в любом случае принятое мною решение можно обжаловать, если я приняла это противозаконно. Интересно было узнать, какой спор запомнился нашей героине больше всего и почему. Был у нас такой случай, что у нас представитель ИСА был непосредственно человек, который много лет работал в органах, то есть он следователь по уголовным делам, и как-то он пришел в суд, то есть представляет интересы, соответственно, ИСА уже в гражданском деле, и, видимо, вот годы его работы в уголовном праве как-то вот дало о себе знать, и он не мог все как бы понять, почему все-таки нет состава преступления. И вот этот вот момент почему-то так вот остался в голове, что все-таки вот работа, видимо, в какой-то определенной области, она все равно дает о себе знать. По словам Лейлы, судейство – работа нервная и требующая психологических и энергетических затрат. Но, несмотря на все сложности, Джабаровой очень нравится то, что она делает. Я считаю, что я приношу пользу людям, что вот выкладываясь по полной программе, не спя ночами, но раз вот готовишься к судебному заседанию, приходится практически до утра работать, потому что ты понимаешь, на тебя большая ответственность, что ты должна, если ты взялась за это дело, ты должна его довести до конца. Ее основная работа также связана с оказанием юридических услуг. Лейла работает заместителем генерального директора по правовым вопросам в компании «Интеллектуальные решения». В основном я работаю в области недвижимости. Все, что связано с недвижимостью – это и регистрация, это и представительство интересов в суде. Все, что касаемо именно недвижимости, вот в этой области – это в основном моя сфера. А ведь юристом Джабарова стала не сразу. Сначала она окончила Московский государственный открытый университет по специальности менеджер. Потом были годы учебы в аспирантуре – направление экономика народного хозяйства. Правда, до защиты кандидатской дело так и не дошло. В 2009 году ее пригласили работать помощником адвоката. Поначалу Лейла занималась курьерской работой, развозила документы. Вскоре работодатель заметил интерес к работе и усердие женщины. Я получила от этого удовольствие. Через год, когда он увидел, что мне все интересно, я как-то хочу продвигаться, я хочу там чему-то учиться, он мне сказал, надо получать юридическое образование. И я вот пошла в таком уже немолодом возрасте, получила второе высшее образование юридическое. И сейчас мне нравится быть третийской судей, потому что, опять же говорю, правильно, своевременно вынесенное решение – это вот, опять же, плюс. И тем более я понимаю, что по шариату я должна выносить только правильное решение, потому что мне при этом перед Всевышним отвечать. Лейла родилась и выросла в Азербайджане. Отец был зубным техником. Мама работала начальником отдела кадров в строительной компании. У Лейлы есть младший брат и сестра. Девочек в семье Джабаровых воспитывали в строгости. Очень многое было запрещено для девочек. Все было только для сына, для мальчика. Очень многое запрещалось. Мы, в принципе, не могли послушать музыку. Я понимаю сейчас, что был отец в свое время прав. Потому что по молодости ты очень много чего не понимаешь. Было определенное количество фильмов, которые мы могли посмотреть, а чего-то нет. До третьего класса мы могли погулять вместе со всеми, поиграть в те же салки и все остальное. А после третьего класса девчонкам запрещалось, потому что считалось, что уже взрослая девочка. И даже одежду сестры Джабаровы носили скромную. Во времена Советского Союза, когда религию не разрешалось демонстрировать, нормы шариаты преподносились как национальные традиции. Все соблюдалось под названием традиции, обычаи. А вот именно молиться я не видела ни у бабушек, ни у дедушки не видела. А так все соблюдалось как положено, кроме вот как молитвы. Я так сожалею, что в наше детство не было вот этой молитвы. Потому что потом уже в более взрослой жизни ломать себя, честно говоря. Как ломать? Ну, то есть тяжелый процесс, честно говоря. Когда с детства ты обучаешься намазу, это проще. Соблюдать молитвенную практику Лейла начала в возрасте 24 лет. Она была уже замужем и имела годовалую дочь. В этот период случилось непредвиденное. У нее обнаружили аутоиммунное заболевание. Жизнь женщины превратилась в борьбу за собственную жизнь. Я помню тот вечер перед операцией, когда я встала у окна. И помолилась Всевышнему. Не намазе, а просто помолилась. Я сказала Всевышнему, я маленький ребенок, и я так хочу выжить. Выжить ради своего ребенка. Ради того, чтобы в день по пять раз читать намаз. Чтобы я могла встать на истинный путь. Дай мне еще один шанс. И, видимо, Всевышний услышал. Потому что врачи шансов не давали. Но, аль-хамбилля, на сегодняшний день я полноценный человек. И, кажется, Всевышний дал ей этот шанс. Хотя врачи не давали никакой надежды. К счастью, операция прошла благополучно. И Лейла справилась с болезнью. Сейчас она ведет полноценный образ жизни. Я счастлива, что я могу сейчас быть покрытой. Могу читать намаз. Соблюдать все то, что необходимо истинному мусульману, мусульманке. Более 15 лет, как у меня ремиссия. Я молю Аллаха, чтобы он дал мне возможность, чтобы до конца своих дней, а все-таки ремиссия моя продлилась. Потому что я сейчас себя могу ощущать полноценным человеком. Вскоре после операции Лейла разошлась с супругом. По словам нашей героини, муж не смог справиться с испытаниями, выпавшими на их семью. Кроме всего прочего, он был категорически против того, чтобы женщина соблюдала молитвенную практику. Я супругу с мамой сказала, что я хочу молиться. У меня сестра уже была покрыта, сестра уже молилась. И я как-то тянулась к этому. Он мне сказал, если ты начнешь читать намаз, то я тебе переломаю все ноги. В тяжелую минуту, потому что муж вообще, скажем так, отказался от нас, когда он понял, что врачи больше, он воспринял это тяжело, чем я. Потому что он, когда понял, что реабилитационный период очень тяжелый, и нет шансов, что можно выкарабкаться из этого, он потихонечку отдалился от нас, в принципе. И как бы собрал вещи и уехал на родину к себе домой. Больше всего наша героиня переживала за дочь. Она понимала, если с ней что-то случится, бывший муж заберет ребенка. К счастью, для Лейлы все обошлось. Дочь осталась с ней, и женщина смогла дать ей достойное воспитание. Она у меня, скажем так, я скажу, что умничка, красавица. Она у меня сейчас студентка университета, учится на четвертом курсе. Она уже мать, у нее и растет сыночек. Она закончила также колледж с красным дипломом. Сейчас она претендует на красный диплом, иншалла. Она учится на земельно-имущественных отношениях, на кадастрового инженера. Несмотря на то, что у Лейлы одна дочь, она считает, что у нее двое детей. Второй ребенок – это ее племянник, сын сестры. Его Джабарова воспитывает с 7 лет. Началась эта история больше 20 лет назад. И моя сестра, в принципе, вышла в свое время замуж за своего преподавателя. Он преподавал в нашей главной мечети арабский язык. Он сам араб. Они поженились и жили какое-то определенное время на территории Москвы. У них родился сын. И, прожив какое-то определенное время, выяснилось, что у меня зять очень тяжело болен. И вынуждена была сестра, а уже ребенок подрос, он ходил в первый класс. И они вынуждены были с супругом вернуться домой. Тогда встал вопрос. Ребенок сказал, я туда не поеду. И мы тогда все собрались с семьей и приняли решение, что он остается с нами. И они собрались и уехали на родину. Тяжело было очень сестре расставаться со своим ребенком и взять, соответственно. Но другого выхода не было. Сейчас Абубакру 20 лет. Он служит в МЧС и является студентом Государственного университета землеустройства. Уже много лет он называет Лейлу своей второй мамой. Мама как-то, когда приехала на свадьбу моей дочери, задала ему вопрос. Кто у тебя все-таки мама? Она или ты? И он так постоял, посмотрел. Говорит, ну, ты такой вопрос задаешь, что на него очень тяжело ответить. Я даже не знаю, что сказать. Наверное, больше она, чем ты. Потому что все-таки, наверное, то, что он был рядом, как-то, я не знаю. Он иногда даже с ней разговаривает по скайпу или как-то они общаются по телефону. Он говорит, мои родители. Я сразу начинаю дергивать. Я говорю, она твоя мать. Но я знаю, она мать. Но все равно мои родители вы. Сейчас Лейла счастливая мама и бабушка. С годами она стала более женственной и спокойной. По признанию нашей героини, ее характер стал меняться к лучшему после того, как она получила духовное образование. Я потихонечку, я чувствую, что я совершенно другой сейчас человек. То есть нет у меня этой гордыни, я его потеряла, аль-гам-ду-ля. Есть многие черты, от которых я избавилась. Но при всем при этом, мне кажется, что мягче стал характер. Намного мягче стал характер. Я стала более богобоязненной. И это дает очень многое человеку. Чтобы отвлечься от рутины, Лейла занимается украшением свадебных корзин. Началось это увлечение во время помолвки ее дочери. По азербайджанским традициям на сватовство, помолвку и свадьбу принято носить нарядные корзины с подарками. Как выяснилось, в Москве найти такие корзины оказалось непросто. Так вот получилось, я зятю говорю, будущему зятю, покупай корзины, будем думать, что дальше делать. Он съездил, соответственно, купил несколько видов форм, корзиночек. Тут, соответственно, у меня подруга работает в магазинах ткани. У нее остается очень много лоскутков. Тюля всякая разная, с вышивками всякие. Соответственно, я к ней съездила, забрали мы это. И мы начали потихонечку сами додумывать, каким образом будут выглядеть все-таки наши корзины. И вот оттуда все началось. Дочь начала приобщиться к этому делу. И вот первые корзинки, которые я сделала, потом уже были свадьбы в Египте. Там тоже просили, потому что понимали, что у них этого нет. Это очень красиво. Лейла принимает судьбу смиренно. Сейчас она ни о чем не жалеет. А вот что наша героиня ответила на вопрос, о чем она мечтает. Мне надо дождаться моего Абу Бакра, чтобы он приехал с армии. И Аллах нам дал такую возможность, чтобы мы с ним съездили в Аджи. Лейла, назовите самое яркое и удивительное событие в вашей жизни. Рождение моего внука. Когда вы в последний раз плакали и почему? Вот как раз, когда родился внук. От счастья? От счастья. Каким своим качеством вы гордитесь? Трудолюбием. На что у вас никогда не хватит смелости? Снять платок. Что вызывает у вас наибольшее раздражение? Двуличность в людях. А чего вы больше всего боитесь? Гнева Всевышнего. Какой совет вы бы дали Лейле 16-летней? Я бы сказала, жизнь очень коротка. Живи правильно. А что для вас значит счастье? Это любовь к Аллаху. Это мои родители. Это мои дети. Это мой внук. Как сказал персидский философ и поэт Джами, ты никому не можешь быть судьей, пока к добру не обращен душой. Сегодня мы познакомились с юристом, третейским судьей Лейлой Жабаровой. Это была программа «Призвание женщины» и я ее ведущая Мадина Амагова. До новых встреч!